Добрый день, дорогие друзья! В эфире ПЛНФМ программа «Гайдпарк» у микрофона Любовь Кузнецова и гость нашего эфира сегодня. Здесь я ставлю двоеточие и начинаю обширные перечисления. Вице-спикер Псковского областного собрания, первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия», заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия», руководитель Псков-Полимера бренд «Нордман», руководитель клуба настольного тенниса, член областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, благотворитель, пилот, музыкант и путешественник. Юрий Юрьевич Сорокин. Здравствуйте, Юрий Юрьевич. Здравствуйте, Любовь. Набрал я должностей и званий, но так получилось в жизни. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Юрий Юрьевич, вот после перечисления действительно обширного списка регалий, ипостасей, увлечений, первый вопрос, который мне интересно вам задать, как человеку, у которого тоже много занятости, прежде всего рабочий, потом уже общественный, как вы справляетесь? Как тайм-менеджмент организован в вашей жизни, что вас хватает на такой вот обширный список дел? Вы же к ним неформально относитесь, это все мы видим. Вас на все хватает. Как такое возможно? Очень хороший вопрос. Мне этот вопрос периодически задают, но ответ на него простой. Я мало сплю, 7 часов в сутки, ухожу 8 часов на работу и прихожу в 10 часов. Вот вся моя жизнь. И тут уже все зависит от того, в каком порядке составлено расписание на текущий день. Да, расписание каждый день разное. Напомню нашим радиослушателям, что нас можно не только слышать на 102,6 FM, трансляции из нашей студии на YouTube-канале ПЛН-ТВ и в аккаунте Псковской ленты новостей в социальной сети ВКонтакте. А мы с Юрием Юрьевичем продолжаем нашу беседу. Ну и начнем мы с производства. Уже перечислила среди ваших должностей, что вы руководитель предприятия Псков Полимер, бренд Нордман, достаточно известного и бренда, и предприятия. С какими новыми вызовами столкнулись в прошлом году? Сейчас, наверное, ситуация уже как-то поменялась с этой ситуацией. Уже не просто примирились, а научились в ней жить, существовать, работать. Как удалось преодолеть эти самые вызовы, риски и угрозы? Я хочу сказать, что слово «предприниматель», оно в самом этом слове закладывается смысл деятельности, что ты предпринимаешь, и предприниматель отличается от другого человека тем, что он все время в любой ситуации что-то предпринимает. И сегодня, пользуясь случаем, что я нахожусь у вас в студии, я хочу сказать, что мне за эти годы управления моей организацией удалось создать команду, которая отвечает на ваш первый вопрос, как я успеваю построить свой тайминг, график рабочего дня. Потому что команда, которая руководит, она очень профессиональна, и благодаря этой команде мы достигли тех успехов, которые мы имеем. И благодаря вот этой команде я имею возможность заниматься, помимо этого, другими делами. Поэтому сегодня говорю спасибо Псков Польмеру и бренду нашему «Нордман». Мы все работаем хорошо, мы преодолеем все трудности. То, что случилось, когда были ковидные годы, то, что происходит сейчас, совершенно оно не помеха. Трудности есть, но мы имеем опыт и практику, как это преодолевать. Я думаю, ничего с нами плохого не случится. Как работали, так и будем работать. Обещаю вам, что все вы будете обуты в хорошем смысле слова. Санкции. Это проблема или окно возможностей для отечественного бизнеса? Знаете, как китайцы трактуют один из аэроглифов? Кризис и возможности. Вот вы и ответили на этот вопрос. Так оно и есть. Санкции, которые придумывают западные наши партнеры, они, я согласен, что больше вредят себе сами. Я даже удивляюсь поведению наших бизнес-партнеров. Не буду скрывать, что некоторые наши бизнес-партнеры, с которыми мы работаем уже 20 лет, приняли сейчас позицию отдаления от России, от своих традиционных партнеров. Но я думаю, не они в этом виноваты. Все-таки на них там, наверное, давят и заставляют их. И поэтому они скромно так и стесняясь говорят, что вот мы не можем, не получается. И все-таки дистанцируются. Все-таки дистанцируются. Но мир не рухнул и не рухнет. Мы работаем и будем работать. Где-то похуже стало, где-то подольше. Но, тем не менее, ни одна линия у нас не остановлена. Персонал мы набираем. Уже сейчас наша организация насчитывает почти 800 человек. Изменился ли спрос на продукцию? Изменилась ли география покупателей? Исходя из того, что вы сказали, мир не рухнул наверняка, изменилось. Если перестали работать с одними партнерами, значит, научились работать с другими. Раньше продукцию даже в Канаду поставляли. Сейчас, вероятно, новые рынки сбыта уже совсем другие. Вы, Любовь, очень хорошо осведомлены о нашей деятельности. Да, в предыдущие годы у нас было процентов 25 экспорта. Четверть. Четверть, да. Но я всегда ставил задачу организации, что основной покупатель, основной рынок сбыта должен быть Россия. Поэтому сейчас как раз идет процесс удовлетворения спроса полностью России. Потому что вот эти, казалось бы, престижно экспортировать обувь в Канаду, но на самом деле лучше ее продавать в Россию. И, наверное, мы выиграли, потому что собственный рынок, он важнее. То есть был вот этот буфер, еще заложенный вами как руководителем, ваш вот такой посыл команде о том, что еще когда санкций не было, работая на отечественного потребителя. До санкций я всегда говорил, что главная задача это северо-запад держать, вторая задача это держать центр и третья задача держать всю Россию. Нашу обувь можно было купить даже в Анадыре. Но экспорт, поставить обувь в Америку, в Канаду, это, конечно, было тешило самолюбие и меня как руководителя, и всего нашего персонала. И когда нам рассказывали, когда американцы смотрели на подушку и видели, там написано «Made in Russia», они просто говорят, надоел нам этот Китай, наконец-то другой товар. Ну, сейчас временная пауза, но я думаю, мы вернемся, босыми никто ходить не будет. Ну, Анадырь, это все-таки круто. Как вы диверсифицируете производство? Это тоже обращает внимание, вот это желание не останавливаться только на обуви. У вас же получилась интересная линейка и одежды. Я помню, когда вы ее продемонстрировали на видео первой модели, и для мальчишек и для девчонок какое-то вызвало ажиотаж. В социальной сети я не могу сказать, что было в ваших торговых точках. Но в социальной сети это прямо мамы восприняли, мамы и папы, очень на ура. Есть ли спрос вот на эту линейку вашей продукции? Я бы не назвал это диверсификацией. Все-таки одежда, обувь, они близко друг к другу стоят. Но, тем не менее, мы работаем над линейкой одежды. И действительно, мы увеличиваем количество производимой одежды. И будем закупать одежду, и будем под брендом «Норма» ее продавать. И действительно, мы стараемся сделать, чтобы это было очень комфортно и удобно в основном для детей. И я надеюсь, что в ближайшее время мы представим новую линейку одежды для детей и подростков. И она понравится мамам и самим детям. И все будет хорошо. Понятно, что вы секретов не раскрываете. Но начали вы с линейки одежды теплого сезона, скажем, и межсезонья. А летняя одежда, мыслей нет на этот счет? И летняя одежда будет, и летняя обувь у нас есть. Смысл предпринимательства и смысл работы нашей организации – расширение ассортиментного ряда как в обуви, так и в одежде. И это обычный револютивный процесс, который происходит с любыми предпринимателями, с любой организацией, которая испытывает желание попродвигаться вперед. Поэтому мы будем и дальше работать над расширением ассортимента. Юрий Юрьевич, уверена, для вас, как для представителя легкой промышленности, да хотя не только легкая промышленность, испытывает кадровый голод. Вот про проблему кадровой обеспеченности. Как вы решаете ее на своем предприятии? Действительно ли, как эксперты говорят, кадровый голод сейчас вот в такой острой фазе? Прямо такого не было никогда, ну как минимум за последние 30 лет, а каких только кризисов не случалось. Вот я сейчас вынужден, похвалил предпринимателей, но вынужден, вы мне задали такой вопрос, когда я вынужден поругать государство, потому что считаю, что подготовка кадров, образование — это все-таки полностью работа государства. Я хочу сказать, что у нас была прекрасная система образования, которая пополняла народное хозяйство специалистами различных уровней и различных специальностей, от обычного каменщика до высококлассного инженера, который способен был строить ракетные двигатели для самолетов, и прекрасно могли класть кладку для жилых домов. Вот это было порушено в модные годы перестройки младореформаторами, которые вязали за основу новую систему обучения Булонской, она, по-моему, называется, когда мы бакалавров, магистров стали воспитывать, и в итоге расшатали всю сложившуюся систему и не могли понять, что то, что хорошо одним, не всегда походит другим. И мы должны были учитывать то, что у нас другой менталитет, другая система образования, другое отношение к жизни, к человеческим ценностям и к работе. Это было рушить нельзя. Но сегодня то, что случилось, то случилось. Действительно, колоссальный голод кадровый существует, причем как менеджерский, так и просто рабочие, которые не имеют особых специальностей и навыков. То есть мы теперь уже не говорим про дефицит исключительно рабочих профессий. Теперь уже общую линейку мы смотрим и констатируем, что недостаток. Недостаток. К сожалению, молодое поколение, молодежь на все призывы не обращает внимания, и они не считают престижным работать в товарном производстве. Товарное производство, легкая промышленность, тяжелая промышленность, мы делаем товары. Они хотят что-то другое, информационные технологии, которые государство старается поддержать, IT специалистов. И все думают, что это легко и просто. Все хотят стать блогерами, все говорят, что это хотят показать, думают, что это можно продать, получить на этом и заработать, и не платить налоги, как вы недавно слышали, какие скандалы есть, когда блогеры зарабатывают, как выяснилось, немалые деньги, а налогу платят меньше всех. Да, да, деньги. Юрий Юрьевич, вот сейчас настал тот момент, когда ту самую упомянутую вами Булунскую систему стали пересматривать, и вектор идет к возврату к прежней системе. По вашим оценкам, за сколько, если хорошо взяться, осознать, что не туда пошли с внедрением Булунской системы, за сколько лет можно будет вернуться? 15-20 лет. Не меньше? Не меньше. Вот мы почти 30 лет переходили на эту Булунскую систему, и теперь еще 15 понадобятся. Все люди, которые тогда работали в той системе образования, построенной Советским Союзом, они практически сейчас уже пенсионеры, и глубокие пенсионеры. И люди, которые будут ее возрождать, они даже не понимают, о чем идет речь. Они никогда не учились в ПТУ, в техникумах. Они заканчивали университеты. Люди, которые будут принимать решения, они вообще не знают эту систему. Им будут рассказывать, я даже не знаю, кто им будет про это рассказывать. Будут ли стать в архивы бумажки, смотреть, как это создавалось. Будем создавать заново. Но я думаю, за 5 лет никто это не сделает. Вот мой прогноз, что это 15-20 лет, когда она может заново дать результат. Ну, будем надеяться, что, если сейчас возьмемся, то через 15 лет уже можно говорить про систему как таковую. Надежда умирает последняя. Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире по ЛНФМ программа «Гайдпарк», и сегодня у нас в гостях депутат, производственник, благотворитель Юрий Сорокин. Юрий Юрьевич, к депутатской работе. Вы парламентарий с очень большим стажем. Прошли все ступени. И депутат Городской думы, и теперь депутат областного собрания. Что главное в депутатской работе? Когда сложнее было работать народным избранником? Вот тогда, в годы, когда только рухнул Советский Союз, и строилась новая Россия, и вы уже упомянули младореформаторов, разное было, модно. А вот внизу, ближе к людям, нужно было отвечать на то, почему не платят пенсии, и во что нужно одеться. Самые простые вопросы. Либо сейчас, когда вызовы и угрозы уже совершенно другого уровня. Раньше, много лет назад, когда я еще даже и не был депутатом, при слове «депутат» люди закатывали глаза и думали, что это человек, который решит все вопросы и поможет ему в любом вопросе. И представляете, оно так и было. Вот те годы, когда депутат был депутатом, решались многие вопросы через обращение к депутату. С годами стало ясно, что демократия в том виде, в котором она есть, она показала свое лицо. И нашей стране демократия в таком виде, какую мы взяли с западных стран, она не совсем подходит. И вот сегодня, после, уже не помню, 18 или 20 лет я депутатом являюсь, я начинаю понимать, что такое количество депутатов совершенно не нужно. Во-первых, мы перестали решать те вопросы, которые могли бы решить, потому что нас перестали слушать. И вертикаль власти организована таким образом, что все решает исполнительная власть. А депутаты, получается, в последние годы, лет, наверное, 5-7, они фактически выполняют такую роль, как бы утверждают решение исполнительной власти. И некоторые говорят, почему так мало законов придумывать, а зачем их придумывать каждый день, эти законы? Слишком много законов тоже плохо. Законы должны быть грамотные, правильные, полезные и нужные для жителей, для избирателей. Поэтому сейчас я считаю, что депутат, вот представить себе ситуацию, что я не депутат, я останусь таким же, какой и есть. Потому что вот я живу так, как я живу. И я могу смело, смотря людям в глаза, сказать, что будет у меня мандат, что не будет мандат. Я все равно буду делать то, что делаю, потому что мне нравится это делать. Людям, принимающим решения, однажды я сказал совершенно недавно, зачем нам столько партии? Зачем вся эта борьба? Между партиями, когда все понимают, что все равно решает все одна партия. Единая Россия, членом которой я являюсь и нисколько не стесняюсь в этом признаться. Но люди говорят, что вот нужно показать борьбу, и здесь какое-то есть противоречие. Мы говорим, что демократия в западном обществе, она непригодна, и показала свое истинное лицо тем, что навязывание демократии тем странам, которые не могут жить в условиях демократии, и силовым методом это не получается. Они показали, что демократы также берут, когда что-то их не устраивает, они берут в руки оружие и начинают силовым способом навязывать свое мнение, свои желания, образ жизни, как нужно что делать. Это не всем понравилось. И нашей стране, нашей стране вот с такими истоками, с такой историей, демократия тоже не подходит она. Это не наша. Я согласен, когда Жириновский предлагал, что сделать у нас новую, родить новую веть, сделать верховного правителя и правительства, которые ему подчиняются. Интересные мысли. Вы сторонник однопартийной системы, получается? Да. Мы же приводим, в пример, Китай. Там одна партия, экономика вторая в мире. Вполне реалистично. Да. Это мое мнение. Не знаю, что после этого мнения со мной будет, но это мнение такое мнение. Слава богу, вы после этой реплики улыбаетесь, Юрий Юрьевич. Я предлагал оставить только двух депутатов в областном собрании. Котов и меня. Ну, посмеялись, не согласились. Да? Ну, ваши коллеги имели на это право. У вас свое мнение, и у них свое мнение. Действующий губернатор Михаил Ведерников включил вас в список претендентов на пост сенатора от Псковской области. Было ли для вас это неожиданностью? Как вы думаете, почему выбор пал на вашу? Вашу кандидатуру в том числе? Ну, трудно сказать, почему именно на меня пал этот выбор. Но у нас с Михаилом Юрьевичем вот за все время его пребывания у нас в качестве губернатора довольно конструктивные рабочие отношения сложены. Он знает, что я один из больших руководителей предприятий. Я, ну, видимо, неплохой депутат, который... С огромным опытом, еще раз повторим. С огромным опытом, и который, ну, прогнозируемые действия произвожу. Поэтому, конечно, я и в прошлые годы был членом его команды, поэтому и сейчас, видимо, мне оказано доверие, что я иду рядом с нашим губернатором Михаилом Юрьевичем. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что я и моя семья будут голосовать, конечно, за Михаила Юрьевича, потому что я считаю, что это один из высококлассных государственных управленцев, который... Вот человек находится на своем месте, он живет этим, он понимает, он умеет слушать людей, безусловно, ну, прекрасный губернатор. Я думаю, что многие регионы позавидуют нам с таким губернатором. Поэтому я желаю ему удачи, и то, что я рядом с ним, для меня это, конечно, большая честь, оценка моих заслуг. И, безусловно, это тешит мое самолюбие. И я постараюсь оправдать доверие, и точно всегда буду рядом. — Юрий Юрьевич, вы всегда на передовой в том смысле, что вы руководите общественной приемной «Единая Россия», и сами ведете приемы, видите, как ведут приемы ваши коллеги-депутаты совершенно разных уровней, и городской думы, и областного собрания. С какими вопросами чаще всего обращаются граждане, если анализировать эти вопросы? — Я вас особо ничем не удивлю, но граждане, спасибо им большое за это, обращаются с самыми простыми человеческими вопросами. Это проблема коммунального хозяйства. — ЖКХ все-таки, вот первый номер, так сказать, в программе ЖКХ. — Потому что людям вот склон, они беспокоятся о себе сами. Хоть и думают, что люди рассчитывают на государство, там, патернационализм вот такой присутствует в умах граждан, но, тем не менее, люди в основном думают, чтобы им не мешали. И если они приходят с вопросами, они приходят с вопросами совершенно жизненными. Сделайте лифт, отремонтируйте крышу дома текущую, я плачу в управляющую компанию, почему они там не делают то, что должны сделать. Вопросы здравоохранения часто поднимаются, потому что люди, безусловно, успехи медицины, фармацевтики привели к тому, что продолжительность жизни, хотим и того, не хотим, увеличилась и значительно. Поэтому вопросы здравоохранения, сохранения активного образа жизни на долгие годы, быть активным участником общества, это побуждает человека все время беспокоиться о своем здоровье. Но иногда нужно применять высокотехнологичную медицину, которую вот у нас пытаются выстроить в регионе. Но, безусловно, мы должны понимать, что столицы всегда будут обладать большим ресурсом и большими возможностями. И в случае каких-то особых случаев мы помогаем людям, вот в общественной приемной, организовать им помощь высокотехнологичную в других регионах. В Москве, в Санкт-Петербурге. Хорошо. А с началом СВО и проведенной частичной мобилизацией изменился ли характер вопросов? То есть вот этот блок, он добавился? Ну, конечно, приходят жены, мамы, призванных, мобилизованных людей, просит помочь, опять просит помочь совершенно жизненными вопросами. Устроить ребенка в сад, помочь с ремонтом, помочь собрать ребенка в школу. Сейчас у нас идет акция общественная приемная, собери ребенка в школу. Я вам хочу сказать, что активнейшие участия принимают все депутаты всех партий. Ну, Единая Россия в нашу общественную приемную приносит рюкзаки, наполненные тетрадями, карандашами. То, что необходимо ученику начальных классов. Это вот заслуживает уважения. Есть и беспартийные люди, насколько я знаю. Да все и граждане приходят, да все приходят в нашу приемную, и никто не смотрит, какая там партия написана на дверях, а просто помогают друг другу. В этом наш характер российский, что мы в трудную минуту всегда не отворачиваемся к человеку, стараемся повернуться к нему лицом. И помощь эта реально нужна и адресная. Мне очень импонирует, что Единая Россия вот в таких ситуациях, когда речь идет про гуманитарные акции, выступает своей ресурсной базой. Вы говорите, вот никто там не смотрит на табличку, какая партия. Вот эта табличка висит рядом с дверью. Просит о помощи, люди приходят и через ресурсы Единой России помогают. Это же, наверное, тоже определенный кредит доверия, определенная оценка работы партии. Безусловно, вот пару минут назад я говорил, что я считаю, что Единая Россия – это партия, которая фактически направляет и управляет в стране. И не соглашаться с этим, наверное, не очень разумно. Поэтому действительно, может, кто-то и будет критиковать. Но на ту партию существует, чтобы их критиковали. Если не будет критики, то будет не совсем хорошо. И не подумайте, что здесь какой-то есть логический разрыв в плане того, что я говорил пять минут назад, что я спрашивал, почему настолько партии, а не оставить одну партию, по примеру, других стран, которые тоже есть. Тем не менее, люди понимают, и я уверен, что на выборах мы увидим, что наша партия превалирует изначительно. Вот в оставшиеся пять с небольшим минут я с удовольствием поговорю про благотворительность, которой вы с удовольствием, очень серьезно и системно занимаетесь на протяжении уже многих лет. Поддержка детского спорта и учреждения образования. Это теннисные столы, это вот сейчас ремонт спортивного зала, кооперативного колледжа. Мы до начала нашей программы об этом говорили. Есть видео в вашей социальной сети ВКонтакте, которое набрало какое-то сумасшедшее количество просмотров, реакций и так далее. То, что с теннисными столами история длится уже пару-тройку лет, если я вот так по памяти, ремонт спортивного зала. Не то, чтобы что-то нелогичное в ваших действиях, но это уже какая-то новая ступенька. Как, почему, Юрий Юрьевич? Спасибо, что вы видите мою деятельность. Да, в последнее время я просто погрузился в спорт и большую часть своих хобби даже не то что отказался, но задвинул их на второй план. Я хочу возродить настольный теннис в Псковской области. Предпринимаю для этого все возможные методы, которыми могу обладать. Это финансы, организаторские какие-то свои способности. И сейчас я хочу детский... Я себе задал вопрос. Если ты хочешь потребовать от детей результат, то ты должен создать условия для тренировки. И я посмотрел на зал, где мы тренируемся, и подумал, боже мой, где мы тренируемся? Надо сделать так, чтобы это было красиво, современно. Храм настольного тенниса вы хотели сделать? Да. Ну, может, это высокопарно будет храм. Но чтобы это было высокотехнологично, комфортно и удобно, тогда уже спрашиваешь у ребенка, ты должен играть, ты должен завоевывать места, показывать результаты. И я решил начать с себя. И сейчас вот после нескольких лет тренировок я погружаюсь в этот детский теннис и надеюсь, что результаты будут. Обычно, если я что-то начинаю делать, вот трудно меня остановить. И дай бог, что так и было. Вот в благих делах так быть и должно. А значит ли это, что зал — это вот единственный ваш проект или следом будет еще какой-то зал? Ну, про следующий зал давайте не сегодня будем. Как говорится, да, я ни на что не намекаю, но вы всегда человек, который вот издалека приглядываетесь к какой-то новой теме и потом поступательно к ней идете. Начнем с этого зала. Буду распространять столы и дальше по всей Псковской области. Буду привлекать детей, возрождать интерес. К настольному это есть, потому что считаю, что эта игра доступная. Вход в ней очень дешевый. Купить ракетку и шарик — это очень запросто. Любой человек может себе позволить. А таланты мы найдем и приглашаем к себе на тренировки. И это здорово. Не единственная благотворительность, благотворительность в спорте. Практически там последние два-три года регулярно ваше экспертное мнение звучит, в том числе и в моей авторской программе «Кузница», относительно того, когда тема заходит про градостроительство. И, простите за такое слово, украшательство города. Это я сейчас про музыкальный сквер. Вот в этом проекте, если называть это проектом, очень многое сошлось в вашей жизни. И ваше музицирование. Гитара, фортепиано, барабан, по-моему, если я правильно опять же помню. И желание сделать жизнь краше, лучше. Путешествуя, вы всегда в своих комментариях подчеркиваете, хочу в родном городе, чтобы было лучше. Вот это тоже для вас ведь особый проект. Музыкальный сквер. И он незавершенный. Там точка не поставлена еще одним элементом. Насколько я помню, многоточие ставит. Точка не поставлена. Если мне администрация города разрешит продолжить, я с удовольствием бы продолжил. У меня есть несколько проектов, которые я бы хотел реализовать. Некоторые из них уже переходят в рамки музыкального сквера. Для этого нужно будет получать специальное разрешение. Вот мне нравится. Я очень люблю наш город. Считаю, что наш город одним из украшений Северо-Запада. И вот эти слова, которые написаны на берегу реки Великой, это не пустые слова, а чистая правда. Россия начинается здесь? Да. То есть преображение Пскова, в том числе и вашими руками. Вы вот так сказали, не один проект. Вот музыкальный сквер – это локальная точка на карте. И нам бы горожанам очень попросить городскую администрацию. Нам нравится, как украшен этот сквер, чтобы они дали вам последующие разрешения. Понимаю, что вы человек, который не раскрывает все карты на будущее. Вы продолжите этот проект или это какие-то другие локальные точки могут быть на территории города? Я хочу сказать, что я не стесняюсь признаться, что иногда у меня идей нет. И поэтому я жду, когда идея либо появится, либо кто-то подскажет, либо я просто скопирую с кого-то. Вот совершенно стесняюсь. Если что-то хорошее, нужно его копировать. Поэтому, если я где-то увижу что-то интересное в другом городе, при моем посещении Санкт-Петербурга, Москвы или другого города, и мне это понравится, и мне это будет по зубам в плане финансов, я это, безусловно, сделаю. На сегодняшний день у меня нет такой прям идеи. Я хочу что-то сделать, но идеи конкретной нет, никаких тайн нет совершенно. Когда будет идея, я сразу ее начну реализовывать. Вы будете одна из первых, кто узнает, что это будет. Спасибо за доверие. — Исполнение, вот вкус, стиль, насколько я понимаю, для вас имеет одну из главных задач. — Очень большую. — Очень большую. Откуда те элементы музыкального сквера? Это вот псковское производство, это вы откуда-то из других регионов, мастеров позаимствовали? — Это все сделано руками наших псковичей. Некоторые видят только то, что хотят увидеть. Там висят мои таблички с моим именем. И многие спрашивают, зачем ты пишешь свое имя туда? Ты сделал хорошую вещь и написал свое имя? Отвечаю. Это как художественное произведение. Написал, ты же пишешь, что ты написал. Нарисовал, ты же пишешь, что ты. Вот это я придумал, я написал свое имя. А рядом, если посмотреть, найдите загадку. Там написано имя кузнеца, который исполнял. Но они все ставят в своих местах. Я ставлю в своем месте. Поэтому это коллективный труд меня и исполнителя. Я даю идею, а кузнецы реализуют. — Это здорово. Можно прямо по этому музыкальному скверу водить экскурсии с загадками. Найди разгадку имя кузнеца и так далее. Юрий Юрьевич, с сожалением говорю я о том, что время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам большое за такой интересный, открытый, необычный разговор, который всегда имеет продолжение. Спасибо за удовольствие с вами общаться. — Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Всем желаю удачи, здоровья и счастья. — Спасибо.